Добрый вечер, уважаемые телезрители, Центр журналистских расследований. Приветствую вас в эфире телекомпании «Социальная Акраина» и «Черноморская». Сегодня в нашей программе будут звучать редкие новости, в том числе и для нашей передачи. Мы будем сегодня говорить о том, как же меняется жизнь в Украине. И в нашей студии будут сегодня живые свидетельства того, что кое-что в нашей жизни все-таки меняется. И я хочу сразу вернуться к нашей прошлой программе, в которой мы обсуждали неудовлетворительное состояние расследования дел в Украине по незаконному лишению свободы и похищению Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко. И я напомню, в нашей программе присутствовали прокуроры Автономной Республики Крым Василий Сенчук и адвокат представителей интересов Олега Сенцова и Александра Кольченко в Украине Евгения Закревская. И в этой студии мы говорим о том, каким же образом активизировать расследование этих дел в Украине для того, чтобы иметь в том числе и влияние на судебные процессы, которые начались на прошлой неделе в Ростове-на-Дону. И сегодня было предварительное заседание уже и по делу Надежды Савченко. Сегодня, как стало нам известно от наших источников, правоохранительных органах и дипломатических представительствах сегодня, время поверенной Российской Федерации был приглашен для вручения ему подозрений в отношении семи граждан Российской Федерации, которых украинское следствие, а дело Надежды Савченко расследует Главное следственное управление Службой безопасности Украины. В этом деле появились уже не два, как было на прошлой неделе, а теперь уже семь подозреваемых граждан Украины. В том числе двое из них, как заявил сегодня на брифинге в Генеральной прокуратуре Украины, заместитель Генпрокурора Украины Юрий Столичук, двое из них являются высокими должностными лицами. Мы пытались узнать, кем они являются, но на данный момент пока что еще не можем назвать их имена, но один из источников сообщил нам о том, что возможно среди подозреваемых будет и первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации, то есть первый заместитель господина Лаврова. Ну посмотрим, я думаю, что в ближайшие дни эта информация будет известна. Сейчас послушаем прямую речь заместителя Генпрокурора Украины Юрия Столичука с его брифинга, посвященного расследованию дела Надежды Савченко в Украине. Российской Федерации. В первую очередь, это працівники слідчого подраздела, слідчого комитета Российской Федерации, которые незаконно, на нашу думку, и это моё подтверждение, затримали, утримали ее под вартою. Ну и фактически было обрано на меру запобежного захода относительно Надежды Савченко. Абсолютно безпредставно я можу зробити категоричный висновок. Это працівники суду, високопосадовец Министерства закордонных справ РФ, который, на нашу думку, также сприял абсолютно умисно, и мы имеем у цьего доказу, о том, что Надежда Савченко в свой час, а для этого были все подставы, незаконно утримаются под вартою до сегодняшнего дня, а в свой час ей не было звільнено с под вартою, чего вымагал ей відомий вам правовий статус кулей. Вы смотрите «Вопрос национальной безопасности». Я рада представить вам гостя нашей студии, свежеиспеченного заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова, который совсем недавно, ну кажется, что это было недавно, где-то полгода назад, полгода назад был в нашей студии и презентовал прекрасный, на мой взгляд, проект, который был сделан вместе с крымскими правозащитниками, крымскими активистами, общественными деятелями. Это центр Исмаила Гаспринского при Киево-Могилянской академии. И вот теперь вы в новом статусе. Что побудило вас пойти во власть? Я думаю, что это, конечно же, события прошлого года, события Майдана, которые поменяли судьбу многих людей. Многие люди решили, что для них важно, что приходят в государстве, и они хотят лично в этом участвовать. Кто-то пошел на фронт, кто-то стал волонтером, кто-то помогал деньгами. И когда в том году, летом, практически год назад, открылась возможность попасть в органы государственной власти, тем людям, которые раньше бы туда никогда не были, не попали, многие этим воспользовались, и я был в их числе. Начиная где-то с 2014 года, с лета я подавался на различные стажировки, открытые конкурсы. Вот в частности, должность, на которой я нахожусь, это заместитель министра по вопросам европейской интеграции. Должность была введена решением кабинета министров. Она была открыта в каждом министерстве для всех желающих, которые могли прийти и пройти отбор. Я ходил в другие министерства тоже. Потом, когда был вялен этот конкурс в министерстве юстиции, зимой или весной этого года, я пошел туда. Большая конкуренция была. Кто были эти люди? Это бывшие чиновники уже или это все представители Я, конечно же, не знаю всех людей. Мне кажется, что в министерстве юстиции было, по-моему, человек 15 людей, которые пришли на первичный отбор. Некоторых я из них знал. Коллеги юристы моего возраста, были люди старше. На финальном отборе комиссия отобрала четырех человек, которые рассматривались в кабинете министров. Я, наверное, был самый молодой. Были люди, которые занимали должности в других государственных органах. Поэтому очень разные люди были. Разного возраста, разной карьеры, как госслужащие, политики, чиновники. Насколько был действительно прозрачным и открытым этот конкурс? На самом деле комиссия, которая... Он был бумажным или все-таки это была живая? Нет, это была живая беседа. Каждое министерство собирало комиссию из представителей различных министерств. И комиссия задавала тебе вопросы по твоей компетенции будущей, по общему европейскому праву, проверяя твои знания. Вот. Насколько это... То есть, это экзамен? Это был устный экзамен. Потом было собеседование с министром лично. Он смотрел людей. Вот. И, соответственно, он лично принимал решение. Почему я так подробно спрашиваю о процедуре? Потому что во второй части программы у нас будет еще одно живое свидетельство того, что кое-что в этой стране меняется, в том числе приходят новые люди во властные структуры. Это будет ваш коллега по центру Исмаила Гаспринцевского, Арсен Жумадилов, который прошел отбор и сейчас в ожидании указа президента о назначении его главой районной администрации в Одесской области. Арсен пошел в команду Саакашвили, скажем так. И это очень интересно сейчас, поскольку это общее место, что все-таки кадровая политика в нашем государстве по-прежнему остается самым слабым местом и у президента, и у премьера, которые продолжают, скажем так, приглашать во власть людей, своих партнеров по жизни, по бизнесу и по партийному признаку. Но тем не менее, все-таки что-то меняется. Давайте остановимся на ваших полномочиях и насколько вы будете полезны Крыму? Все-таки крымская составляющая есть. Да, есть. Скорее всего, сейчас это не определено, я буквально второй или третий день своих полномочий, но я буду вести международный блок в Министерстве юстиции. То есть кроме СУТа Департамента Евроинтеграции, который занимается интеграцией тех норм, которые относятся к компетенции Министерства юстиции и правовой экспертизой всех нормативно-правовых актов, которые принимаются Украиной на соответствие их нормам ЕС, там есть большой международный блок. Министерство юстиции представляет Украину в нескольких международных организациях. Самая, наверное, большая известная это Совет Европы и Европейский суд по правам человека, как ее составляющая, и в нескольких комитетах ООН, касающихся прав человека. Кроме того, один из департаментов, Департамент международного права, прямо имеет в своем названии даже функцию возвращения активов из Крыма. Крымских активов, которые были национализированы. Как таковая крымская тема касается так или иначе всех органов государственной власти Украины. Это совместная компетенция. Каждое ведомство в рамках своих полномочий так или иначе сталкивается с проблемами переселенцев, возвращения активов, урегулирования международно-правовых проблем. Отлично. У нас есть расследование как раз на тему использования украинских активов, как частных, так и государственных, которые уже, скажем так, другие хозяева уже берутся за то, чтобы распоряжаться этими активами. Это чуть позже, но все-таки подробнее хотелось бы услышать. На прошлой неделе Министерство юстиции сделало объявление о том, что люди, юридические лица, которые пострадали от аннексии, и чьи активы остались на оккупированной территории, они не имеют возможность ими пользоваться, и своей собственностью, чтобы они обращались в Министерство юстиции. Что это за работа, имеете ли вы к ней отношения, и что дальше будет после того, как люди к вам обратятся? На данный момент нет. Действительно, эта работа началась достаточно давно. Министерство юстиции собрало информацию о около четырех тысячах предприятий, юридических лицах, которые либо остались в Крыму, либо потеряли свое имущество в Крыму. Это касается как государственных компаний, предприятий или имущества государственных органов, так и частных компаний. Это огромный массив информации, который на данный момент обрабатывается с точки зрения того, что эта информация ложится в иск Украины, в Европейский суд по правам человека против России. Тот, который уже подан. Как вы знаете, он достаточно давно там находится и уже рассматривается. Он уже передан на коммуницирован России, и сейчас Россия должна дать свои предварительные замечания к этому иску. Это процедурный момент. Кроме того, министр заявил, что уже в сентябре готовится следующий иск межгосударственный, который покроет те статьи нарушения конвенции, которые не были охвачены первым делом. Соответственно, это самое главное с точки зрения Министерства юстиции, фронт работ, юридической защиты интересов как Украины, так и граждан. Какие статьи конвенции будут в этом иске, во втором? Честно скажу, это не моя компетенция. Я знаю про первый, там был достаточно большой перечень. Я думаю, что второй иск дополнит, потому как ситуация настолько комплексная и сложная, что практически все статьи... Да, мы сейчас видим, во многих СМИ сейчас есть дискуссия, большая дискуссия юристов о том, какой путь будет самый эффективный и, что немаловажно, самый быстрый и надежный. И многие говорят, что нужно идти путем. И мы так смотрим уже некоторые государственные структуры, в частности, Ащадбанк. Ащадбанк. Да, решил идти путем Михаила Ходорковского, который выиграл иск, то есть путем арбитраж. Я бы не ставил вопрос так, что нужно выбирать наиболее эффективный способ. В такой ситуации сложной нужно идти всеми возможными способами. Кроме Европейского суда по правам человека, который подает Минюст иск. Министерство иностранных дел готовит иски в Международный суд ООН. Частные компании должны обращаться, если есть возможность, в инвестиционные арбитражи. Мы можем обращаться в комитеты ООН, которые имеют административную процедуру рассмотрения жалоб. Мы должны использовать все возможные способы для того, чтобы на всех фронтах у нас был фронт работ, чтобы Россия, куда бы она ни пошла, в какой бы суд, в какой бы международный орган, мы везде этот вопрос поднимали. Это широкий фронт работ. То есть я бы это рассматривал как не взаимоисключающие вещи, а дополняющие друг друга. Точно так же индивидуальные жалобы граждан. Это тоже другой фронт работ. Министерство юстиции здесь прямо не задействовано, но мы готовы помогать гражданам. Больше, конечно же, это делает омбудсман. Уполномоченный – это то лицо, к которому обращаются граждане Украины, и они разъясняют им работу, с ними непосредственно работать. Но и Министерство юстиции в рамках своего межгосударственного дела против России собирает информацию о индивидуальных нарушений. И это ложится для подтверждения наших требований. Да. Но кроме этой работы большой, еще есть очень большой задел работы для правоохранительных органов. Когда мы говорим о том, что кто-то нарушил чьи-то права, то эти кто-то нарушили закон и обязаны тоже в соответствии с ним отвечать за содеянные. И наши журналисты, которые мониторят всевозможные решения нынешних органов власти в Крыму, естественно, не могли не обратить внимание на заседание так называемого Совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму, который рассматривал инвестпроекты. И среди них мы выловили очень интересный инвестпроект, который касается улучшения работы крупнейшего производителя бетона и бетонных изделий в Крыму. Это Крым-железобетон. Это было публичное акционерное общество, которое было захвачено и даже не национализировано, а просто прихвачено, что называется. Самое интересное, что 49 с лишним процентов, вернее, большая часть акционеров – это члены трудового коллектива, скажем так. И сейчас в это прихваченное имущество собирается частная компания, уже наполовину частная компания собирается инвестировать деньги. При ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что эта компания не кого-нибудь, а имеющая отношение к группе компаний «Консоль», которая в свое время была рождена тогдашним и нынешним спикером Крымского парламента Владимиром Константиновым. Давайте посмотрим этот сюжет для того, чтобы можно было понять, каким же образом здесь защищать права и собственников, и государства. Вскоре после аннексии Крым превратился в серую зону. Лоббисты бизнес-интересов с обеих сторон сработали почти синхронно. И в России и в Украине был принят закон, объявивший полуостров свободной экономической зоной. В России и в Крыму заговорили о приходе больших инвестиций. Интерес, конечно же, очень большой. География широка, в том числе и представители российского бизнеса, это в первую очередь средний и крупный бизнес, которые рассматривают возможность в ближайшее время инвестировать в Крыму. Большим вниманием пользовалась в том числе и сессия по тем возможностям, которые представляет на сегодняшний день законодательство и стимулирующие меры в рамках федерального закона о свободной экономической зоне, а также те действия, которые предпринимают власти Республики Крыма, города, федерального значения Севастополь по снятию административных барьеров и сопровождению инвестиционных проектов вне зависимости от их размера и масштаба. Однако санкции Европейского Союза и США, введенные после аннексии Крыма, заход белых инвесторов исключили напрочь. Поэтому налоговыми преференциями решили воспользоваться те, кому нечего терять и кто поближе к власти. В начале этой недели Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму рассмотрел 7 инвест-проектов и среди них проект по техническому перевооружению завода по производству элементов мощения, тротуарной плитки. Как оказалось, речь идет об отжатом у собственников акционерного общества «Крымжелезобетон». Его даже не национализировали Симферополь, а просто вписали в список собственности республики, не называя юрлицо, как нежилые помещения по улице Монтажной 3 в Симферополе. Это юридический адрес ПАО «Крымжелезобетон», самый крупный пакет акций которого принадлежит члену политрады «Батькивщины» Андрею Сенченко, но не только. Большое предприятие, в котором до всех вот этих событий аннексии Крыма работало до 800 человек. И это предприятие – это открытое акционерное общество, в котором порядка 600 акционеров. То есть там большое число тех людей, которые в свое время получили ваучеры, поучаствовали в приватизации, будучи работниками этого предприятия. Поэтому то, что происходило, но, по сути дела, это кража собственности у всех акционеров. Спустя полгода, в марте 2015-го, Совмин Крыма принял распоряжение о создании госпредприятия «Крымжелезобетон». За ним на праве хозяйственного ведения закрепили недвижимое имущество, расположенное в Симферополе, в улицах Монтажная и Москалёва. По последнему адресу находится самая крупная в Крыму линия по производству тротуарной плитки, которую общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» собирается модернизировать. «Нашелся инвестор, который модернизирует конкретно эту линию из всего большого комплекса Крымжелезобетона, ни на что больше не претендуя. Наши условия – это модернизация линии, совместная работа на ней и закрытие задолженности по зарплате», – сказал Кононов в интервью «Крыминформу». Кто же этот инвестор? Согласно данным российского госреестра, доля в 49,2% уставного капитала «Стройкомплекта» принадлежит Республике Крым в лице Министерства имущественных и земельных отношений. А вот кому принадлежат остальные почти 51%, в госреестре почему-то не указано. Так бывает, если собственник не желает раскрываться. Но в данном случае рассекретить его несложно. Фирма «Стройкомплект» зарегистрирована в Симферополе по очень знакомому крымчанам адресу – улица Бородина, 16. Это офисное здание компании «Консоль ЛТД», созданное крымским спикером Владимиром Константиновым. Директор «Стройкомплекта» Валерий Скорозвон, который руководил этой фирмой и до аннексии Крыма, он также был директором филиала фирмы «Консоль Бетон». В украинском госреестре учредителями «Стройкомплекта» до сих пор значатся, кроме фонда имущества Автономной Республики Крым с теми же 49% уставного фонда, фирма «Консоль ЛТД» и аффилированная с ней «Крымфинанс». Таким образом, происхождение фирмы, пожелавшей воспользоваться налоговыми послаблениями для инвесторов, сомнений не вызывает. Это бизнес крымского спикера, представляющего, как мы помним, самую честную команду в Крыму. Особый интерес в этой истории вызывает и то обстоятельство, что консолевская фирма собирается модернизировать то, что в этом не нуждается. Линия по производству тротуарной плитки Крым-железобетона самая современная в Крыму, а саму плитку у компании крымских бютовцев закупали даже во времена правления в Крыму их политических соперников – донецких регионалов, которые бизнес оппонентов истребляли на корню. О том, что линия по производству плитки самая современная, говорится и на сайте ГУП «Крым-железобетон». То есть данная инвестиция в 45 миллионов рублей может оказаться фикцией. Мне смешно слушать или читать о том, что некий инвестпроект готовится и что-то собирается инвестировать в Крым-железобетон. Во-первых, это самое проинвестированное и самое современное предприятие в этой отрасли на территории Крыма. А под видом так называемого инвестиционного проекта просто господин Константинов хочет присвоить это предприятие. Константинов был известен как строительный махинатор и жулик, который создавал строительные пирамиды. Потом как изменник Родины, который по указке Кремля, изменив Родине, устроил все то, от чего сейчас страдают многие крымчане. Ну а теперь у него новое появилось криминальное хобби – это уже просто воровство. В криминальных кругах это называется смена масти. Так, по крайней мере, меня проконсультировали прокуроры. Самое забавное, что члены Совета по улучшению инвестиционного климата в Крыму тоже засомневались в реалистичности заявки консолевской фирмы. В начале июля ее отправили на доработку. Главного антимонопольщика Крыма Тимофея Кураева, к примеру, смутило то, что из поданной справки стройкомплекта ничего не понятно. Ни экономика этого проекта, ни смысл схем инвестирования в производство. Рискнем высказать свою версию. Имитация инвестиций в Крым железобетон необходима хозяину консоли для легального захода в это крупнейшее предприятие по производству бетона и изделий из него в Крыму. То есть инвестиционный проект – просто первое звено в дальнейшей схеме приватизации Крым железобетона. Однако понятно, что любые действия с присвоенным имуществом в оккупированном Крыму незаконны априори и будут оспорены владельцами, а те, кто их осуществляют, будут привлечены к уголовной ответственности. Итак, я повторю некоторые выводы о том, что теперь люди, которых в Украине обвиняют в государственной измене, теперь по сути превращаются еще и просто в подозреваемых в совершении криминальных, каких-то общекриминальных преступлений. И каким образом в таких случаях, когда нарушены права частных собственников, можно идти, кроме подачи в международный инвестиционный арбитраж, СПЧ и так далее? Украина временно не контролирует территорию Крыма. При этом на территорию контролируемой Украины перенесены все правоохранительные органы, которые имеют юрисдикцию и которым подследственны нарушения, общие нарушения уголовного кодекса на территории Крыма, в Киев перенесена прокуратура АРК, суды в Киеве определены как такие, которые распространяют свою юрисдикцию на Крым, точно так же действует управление внутренних дел. Ой, не действует, не действует, господин заместитель министра, в отпуске у нас начальник главка еще. Не могу отвечать за действия своих коллег, по правительству могу отвечать за свое министерство. В любом случае существуют внутренние украинские процедуры, можно обращаться в эти органы о сообщении преступлений, которые совершаются в Крыму. Конечно же возникает вопрос, что мы можем сделать в этой ситуации. В данный момент мы не можем обеспечить применение нашего права на территории Крыма, но надо понимать, что это вопрос времени, эти данные собираются, информация о расследовании преступлений вносится на национальный реестр, рано или поздно, либо на территории Украины, либо на территории третьих государств, где наши решения будут применяться и признаваться, мы сможем хотя бы отчасти помочь людям в этих ситуациях. Конечно же, идеальных решений... То есть сейчас период документирования, фиксации, внесения в ЕРДР, то есть начальная работа, которая необходима, и которую, собственно говоря, по закону и по должностным обязанностям должны делать правоохранительные органы, иногда не дожидаясь заявления, только по публикации в прессе. Да, этого достаточно. Мы на этом тоже настаиваем, потому что даже в случае с журналистами, чьи права были нарушены, нам доводилось слышать, а вы пишите заявление, хотя понятно, что это может быть опасно. Но, вот такой момент интересный, да, вот мы посмотрели, в Крым съездили представители партии Сарказия, депутаты французского парламента. Сегодня появилась информация о том, что вот итальянские их коллеги, тоже друзья Путина, люди, которые, ну, стояли, всегда, собственно говоря, стояли на антиевро-юэсовских и антиамериканских позициях, да, тоже засобирались в гости в Крым. Уже звучала информация о том, что, ну, была, ну, это, естественно, МИД, да, по заявлению народного депутата Лагвинского, я знаю, прокуратура сейчас рассматривает вопрос, возможно, вернее, проверку проводит на нарушение закона об оккупированных территориях, поскольку они в Крым ехали не через контрольные пункты пропуска. Что мы будем возбуждать дела? Нужно возбуждать дела против депутатов других парламентов? Да. И политиков? Нужно жестко реагировать на такие вещи. Европа – плюралистическое государство. Разрешены очень различные точки зрения. В парламенте могут быть разные точки зрения. Поэтому всегда будут депутаты, которые будут придерживаться абсолютно пророссийской позиции. Это есть норма в широкой демократии. Что важно было, что французские официальные лица и МИД сделали заявление, что депутаты, которые едут в Крым, едут частным визитом, не представляют ни государство Францию, ни парламент Франции. Это их личная инициатива. Что означает, что это не есть официальная позиция государства, а личная инициатива этих людей. Украина должна жестко реагировать, потому как такой визит является нарушением уголовного кодекса, административного кодекса порядка пересечения украинской границы, для того, чтобы пресекать такие инициативы в будущем. Эффектность от этого будет достигаться. Во-первых, этим людям, этим депутатам можно запретить посещение территории Украины. Эта общая практика, например, так всегда достаточно давно отставит свои интересы Азербайджан. Посещение Нагорного Карабаха без разрешения властей Азербайджана автоматически означает внесение в черный список и туда вносят всех, независимо от их регалий. Включая журналистов, которые въехали в Нагорный Телефон. И журналистов тоже. Не только. Оперные певцы, актеры, путешественники, кто угодно. Это политика государства. Если вы хотите, чтобы ваше видение и вашу территориальную целостность признавали во всем мире, вы должны жестко реагировать на поползновение на это право. Потому что только от позиции Украины зависит, как будет реагировать на эту ситуацию весь мир. А когда мы начнем жестко реагировать на нарушение прав граждан Украины на оккупированной территории, точно так же жестко, которое мы сейчас видим, что существует просто куча вопросов, которые не урегулированы, и люди от этого страдают. Ужасно. На мой взгляд, вообще позорная ситуация в этом году получилась с выпускниками крымских школ, которые не смогли поступить, потому что где-то кто-то в Миньосе, в Минобразе, вовремя не позаботился о том, как же эти дети будут поступать в ВУЗы. Мне сложно комментировать эту тему. Это действительно вопрос Министерства образования. Я уверен, там были свои вопросы, которые были с этим связаны. Это был первый год, когда поступали выпускники по большому счету. То есть для того, чтобы это признавались или вовремя они сдавали какие-то дополнительные, поменяли просто-напросто эти аттестаты на украинские, точно так же, как это было в прошлом году. Чье решение для этого нужно? Какого уровня? Мне трудно сказать, насколько я знаю, Министерство образования предусматривало четкий вариант для выпускников из оккупированных территорий. Они могли заочно зарегистрироваться в украинской заочной школе и получить там аттестат украинский. Поступление в этом году было только на основании ЗНО, внешнего независимого оценивания. И для этого, конечно же, люди из оккупированных территорий должны были выезжать на территорию Украины и там сдавать эти экзамены. Вопрос о специальном режиме для людей, которые проживают там, я думаю, что должен рассматриваться. Возможно, это будет. Это вопрос политический. Нужно принять решение. Как мы видим... Я не люблю эту формулировку. Какое политическое решение нужно для того, чтобы мы каким-то образом сняли проблему с признания документов о рождении ребенка, о смерти граждан Украины? Ну, это тоже из разряда позорной страницы, потому что государство уже второй год не может это решить. Это действительно проблема, на которую обращают внимание. Это действительно компетенция Минюста. Этот вопрос рассматривался. Он находится на финальной стадии согласования. Предлагаемый вариант на данный момент – это упрощенный порядок признания установления судом факта рождения или смерти человека на оккупированной территории и соответствующая выдача свидетельства о рождении или смерти украинского. Предлагаемый сейчас... Если можно, то есть процедуру. Итак, процедура. Родился ребенок в Крыму. Родился ребенок в Крыму. Родители... Выехать с ним родители не могут, чтобы получить... Да, для его регистрации не обязательно, чтобы ребенок присутствовал. На данный момент отец и мать могут выехать на территорию Украины. Вдвоем. Вдвоем. Взяв с собой те документы о рождении ребенка, справка из роддома, возможно, документы. Другие документы. Это все будут доказательством в суде. Все те документы, которые у них есть. И если будут внесены изменения, которые предполагаются, они подают заявление, которое должно быть рассмотрено в течение 24 часов. Суд, оценив документы, которые ему будут предоставлены, на основании их устанавливает факт, что произошло рождение ребенка и выдает решение, которое немедленно должно быть исполнено в регистрационной службе, которая должна выдать свидетельство о рождении ребенка. Это компромиссный вариант, который позволяет нам не признавать незаконные документы, которые выдает крымская власть, но при этом не создавать проблемы для тех людей, которые хотят иметь связь с Украиной, хотят сюда приезжать, хотят, чтобы их дети имели свидетельство о рождении в Украине. То же самое касается смерти. Возникают вопросы при наследовании и решении других вопросов. Люди, родственники умершего человека должны с документами, которые у них есть, которые выданы там, приехать на территорию Украины, причем не ограниченно в любой суд Украины, примет это дело к рассмотрению. В течение 24 часов, оценив эти документы, должен принять решение о установлении факта, на основании которого регистрационная служба выдаст свидетельство о смерти. Есть куча нюансов. В какой срок, например, при рождении ребенка должны родители получить этот документ? Потому что вы понимаете, если ребенок на грудном скармливании оставить его, мать не может и поехать на сутки. Действительно, возникает много вопросов, которые нужно обсуждать с общественностью, с людьми, которые с ними сталкиваются. Много нюансов. Мы начинаем с вами это обсуждать. Вот самый первый жизненный, природный, естественный вопрос. Где дети, ребенка на сутки и более? Действительно, в Украине есть определенный срок, в который, если не ошибаюсь, три месяца, в который родители должны зарегистрировать ребенка. Нужно думать о том... Месяц. Месяц. Нужно думать о том, что можно сделать для Крыма в этом ситуации. Действительно, это не так просто. Возможно, этот срок нужно расширить. Он должен быть длиннее, дольше. Для того, чтобы понять, какие проблемы и подводные камни есть в решении этих проблем, Министерство юстиции созывает круглый стол с участием всех органов государственной власти, которые так или иначе имеют компетенцию решения вопросов Крыма и представителей правозащитных организаций на 4 августа, где мы презентуем наше видение решения самых текущих больных проблем для простых людей, которые пересекают границу административную Крыма и Украины, которые хотят здесь учиться, жить, работать. Мы даем нашу концепцию, мы выслушиваем предложения, замечания правозащитных организаций и на основании этого дорабатываем эти нормы и попытаемся как можно больше облегчить жизнь тех людей, которые хотят иметь связь с Украиной. Насколько широкая была эта дискуссия и будете ли вы публиковать, в какой форме это все существуют? Это проекты нормативно-правовых актов? Это что? Да, по вопросу свидетельств это проект изменений в Гражданско-процессуальный кодекс. Также у правозащитных организаций очень много возражений относительно порядка въезда и выезда из Крыма. Более того, они подали иск на кабинет министра в административный суд, в котором они просят отменить некоторые положения этого порядка. Это тоже есть форма адвокации, общения с властью и мы готовы смотреть и разбираться, что можно поменять. Это будут, конечно же, изменения в порядке, в положении, например, в перечень документов, которые необходимы для совершения какого-то действия или получения административной услуги. Потому что некоторые документы, которые требуются при поступлении, при нахождении работы, их просто невозможно получить в Крыму, потому как они отличаются от того образца, который утвержден, а у нас перечень очень конкретный. То есть мы будем искать способы, как сделать эту ситуацию нормальной для крымчан, которые хотят быть здесь или хотя бы посещать Украину. И по срокам, как вы считаете, в частности по свидетельствам о рождении и смерти, как быстро вы сможете провести эту работу? Это же изменения в законодательстве. Это же большая бюрократическая работа, нужно это еще провести через Кабмин, нужно это обсудить с депутатами, пройти там это сито парламентское, а жизнь идет. Да. Я не так давно в министерстве. Я разговаривая с коллегами, они сказали, что работа была проделана и практически весь вопрос на уровне Кабинета министров, всех заинтересованных ведомств был согласован. Соответственно, есть консенсус в Кабинете министров. Если будут необходимы какие-то изменения, они будут сделаны в ближайшее время. Дальше, если этот проект будет вынесен, это, конечно же, на рассмотрение парламента. Но мне кажется, что желание помочь нашим гражданам на оккупированной территории объединяет нас всех и весь наш парламент. Я не думаю, что кто-то из партий захочет или фракции в парламенте вставить палки в колеса этой инициативе. Ну, понаблюдаем. Я думаю, что многие журналисты, в первую очередь, редакции, которые вышли здесь на материк, они в первую очередь, конечно, будут следить за тем, потому что и правозащитники в том числе, поскольку уже хочется каких-то действий от власти, мы уже устали от политических заявлений, от слов о политической воле. Мы уже хотим неволе, мы хотим результата. Спасибо огромное. Сергей Петухов, сегодня в качестве заместителя министра юстиции, примите наше поздравление искренне. Мы надеемся, что с вашей помощью мы решим те проблемы, которые накопились за полтора года уже аннексии Крыма. И, наверное, уже пора разгребать эти авгиевы конюшни. И мы, конечно же, поставим свое плечо. Спасибо огромное. Ждем в этой студии через несколько минут Арсема Жмодилова, которого сегодня представляют как политолога, да, и который ожидает указа президента о назначении его на должность главы райгосадминистрации в Одесской области, который прошел тоже конкурсный отбор. И Саакашвили, Михаил Саакашвили, губернатор Одесщины, отобрал его в качестве кандидата на эту должность. Увидимся через несколько минут, как обычно, на смене гостей. Мы смотрим очередную серию нашего медиапроекта «Что ты сделал для деоккупации Крыма?». Сегодня Анна Андреевская, которая проводит этот опрос, общалась с Русланом Сольваром, который представляет блог Петра Порошенко в Украинском парламенте, также народного депутата Вадима Ивченко, Батькивщина. И впервые сегодня отвечала на этот вопрос новый спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Что ты сделал для деоккупации Крыма? Увидимся через несколько минут. Я один из первых давал таких заклик, что люди, которые возвращаются из Крыма, мы на моем окружении размещали их щедо проживания, допомагав різными харчами, гуманітарною допомогу. Что я могу сделать в Крыму? Так я являюсь персоной нон-грата, я туда просто приезжать не могу. Чтобы вы понимали. Наразі дуже багато здійснюється щодо моніторинговой ситуации в Крыму, тобто працюють у нас і місії ООН, і місії ОБСЄ, і спеціальна моніторинова місія до мандату також входить моніторинг ситуации в Крыму. Хоча вона не має прямого доступу, на жаль, Російська Федерація забороняє будь-які міжнародні організації до півострова. Але моніторинг здійснюється дистанційно, робляться відповідні звіти, і ми заразі, як зуперемо, оперативно не фреагуємо. Ви безпосередньо будемо запитати на ці організації, тобто вони працюють на наш запит, на наші звегли. По-перше, ми голосували всі закони, які говорять, що А, Росія – агресор. Ми голосували всіх законів про волонтерську діяльність, про переселенців. Ми приймали всі рішення, які дійсно йдуть на користь кримчанам і переселенцям не тільки з Криму, а й з окупованих територій. Вся фракція «Батьківщина» за це голосувала, і це є наш внесок. Я особисто відповідаю трішечки за інше направлення. Безпосередньо в партії, але у нас є люди, які безпосередньо радять нам, які закони приймати, і які дійсно підуть на користь окупованим териториям. І все, що сьогодні пропонувалось, до сьогоднішнього дня, ми все підтримували. Добрый вечір. Всі, хто присоединился к нашому ефіру, Центр журналистських розслідований, приветствують вас і студентель компаній «Соціальна країна» і «Черноморська». І такий лозунг сегодняшней программы «Жизнь все-таки меняється». І, кстати говоря, більше ви мене в этой студії не увидите. Я с удовольствием представляю вам очередного участника нашей программы, Арсен Жумодилов. Сегодня ми його тетруємо просто як «политолог», а на самом деле... А на самом деле... Да, і ще не... Уже отошел от работы в аппарате представителя президента України по вопросам крымстарского народа, да, де ви возглавляли отдел. І сегодня ви один із тих, кого Михаил Саакашвили отобрал для своєї команди на містах. Ви один із кандидатів, руководителю райгосадминистрації, да, і ми вже виділи, ми следим тепер за сайтом «Одеска» ГА, да, і вот ви вже проводили несколько днів назад встречу з жителями Беляєвського, да, району? Все правильно. Беляєвського району. Це ваші конкуренті, да, це ви, да, ну не дуже багато людей як-то в зале, да, пришло. В основному журналисты містні, наверное, і активісты, или нет? Нет, кстати, как для райцентра, очень даже хорошее количество було. То есть було от 100 до 120 людей, по моїм оцінкам. Журналистів там не так і много. Единственный журналист, якого я отметил для себе, це руководитель містной районной газети, она була. А остальні – це общественники, активісты. І так, давайте все-таки з самого начала. Почему ви подалися на этот конкурс? Це нове в нашій житні українське, да, і ще ніколи не відбирали путем проведення конкурса, а тем более еще и путем встречи с людьми. Обычно начальника райгосадминистрації или губернатора привозили і представляли. Як це було самим Микалом Сакашвили, собственно говоря, да? Почему ви пошли на этот конкурс? І, по сути, ви сейчас віддаляєтесь від крымськотарської теми. Як Мустафа Джамилів к этому отнялся, кстати говоря. Ви оголили його аппарат. Давайте обо всем по порядку, да? Давай. Значит, за безмалого год работаем в отделі обеспечення уполномоченной деятельності. Деятельності уполномоченного президента України по делам крымськотарського народу – це структурне підразделення в адміністрації президента України. Стало очевидно, що іноді то, що ми розпринимаємо як зраду, нас предали, недоработали і так далі, насправді являється следствием не якого-то заговора, що, наприклад, хтось працює працює працює, щоб Крим знову повернувся в состав України, чи хтось спеціально, целенаправленно працює 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 працює, щоб права крымсько-тарського народу були розстановлені. Заговора нет. Як правило, є невежество чиновників, їх лень, неэффективність, і все це є следствием... І відсутствие контроля по цій тематіки зі сторони высшого начальства. Але це не панацея. Вся система сама по себе у нас все ще пока є коррумпірованій, неэффективній, непрозрачній, і де-то в якій-то мере нечестній в плані відбору ціх чиновників на своїх должностях. Тобто наше українське государство в цілому є пока ще більним, слишком більним, для того, щоб здорово і здраво рішати проблеми, зв'язані з Кримом і з кримсько-татарським народом. з кримсько-татарським народом. Тому, коли я со своєї сторони це понял, ми со своєї сторони дуже багато, ви знаєте, іниційували законодальних ініціатив, зв'язані з статусом кримсько-татарського народа, з самобытністю кримського і караїмського народів. ми реанимували деятельність ряда відповідальних органів при президенті України. на якому-то етапі я увидел, відповідальність все те хороше, тому що це шанс показати, що наше государство, це не безнадежно больне, що є у нього шанс, і що, якщо ми це зробимо на Одесьчині, цей опыт буде розпространений на всю Україну, відповідно, українське государство стане сильніє, і, відповідно, воно буде мати більше ресурсів для ефективного решення проблем по Криму і по кримським татарам. Я сьогодні на Фейсбуці прочитав такий странний для мене пост, то, що та логика, як я руководствуюсь, вона слаба, її слабість в тому, що по цій логіки в Советському Союзі ми тож, т.е. ми кримські татарі, ми должны були б работать на Советський Союз, для того, щоб увеличити його ресурс для решення нашої проблеми. Ну, неужели ми ставимо Украину по отношению к кримським татарам і Советський Союз, по отношению к кримським татарам в один логический ряд? Ну, це ж нонсенс. Але любе сравнення, хромає, це понятно. Люди підбирають ассоціации в зависісті з тихі, в якій вони категоріями і мысляти. Все-таки Україна, по отношению к кримським татарам, це не Советський Союз. Україна по отношению к кримським татарам, це Україна. А що це означає, ми самі, кримські татарі, в том числе вкладываем смысл вот в эту Украину. И в сравнении с Россией теперь это больше еще понятно. Это очень очевидно. Да, на сравнении. Ну, в общем, вы решили зайти с другого конца, да? Да, я решил, и, как вы правильно сказали, напрямую сейчас я решил отойти от Крымско-Казарского вопроса. В связи с этим был вопрос, как к этому отнесся Мустафа Джамильев? Он отнесся к этому с пониманием, хотя, конечно, где-то, наверное, он этого не ожидал. Но он отнесся с пониманием, я ему пояснил, я сказал, что в свое время когда я только приехал в Киев, сразу после аннексии, в Киеве было очень мало крымских татар и крымско-татарских общественных деятелей. Это был апрель-май 2014 года. Вы помните то время здесь в Киеве, тогда было действительно очень всех мало. Не помню, я была в Крыму. В том-то и дело, да. Очень многие были тогда еще в Крыму. По состоянию на сегодня, к сожалению, или к счастью, или, наверное, все-таки больше к сожалению, крымских татар общественных деятелей, которые выехали за пределы Крыма в Киев, есть их немало, и есть уже критическая масса и интеллекта, и желание что-то делать по Крыму, для того, чтобы мое нахождение в этом офисе стало менее таким уж востребованным. Да, да, это объективно так. Можно кем-то заменить. Понятно. Хорошо, а как отнеслись к вам люди, вот, к которым вы приехали в Беляевском районе? Для них там крымские татары, это еще диковинка? Или на Одессе немного крымских татар? Вот что интересно, мы, знаете, в Крыму у нас все-таки национальный вопрос, взгляд на него очень специфичен. То есть для нас в первую очередь играет роль, кто человек по национальности. Или, по крайней мере, это значимо. Согласитесь, последние годы перед аннексией это было не так уже значимо. Где-то соглашусь, где-то нет, но все же. Так вот, я, будучи из Крыма, я ожидал эти вопросы. То есть, от чего вы крымские татары сюда приехали? И на чему сами тут? И так далее. То есть я ожидал, что будут такие закоды, да? То есть, а почему, вот для чего вы из Крыма, еще и крымские татарины, еще и мусульмане, зачем вам это? Да. Так вот, за два с половиной часа общественного слушания, за два с половиной часа общественных слушаний ни разу никто не поднял подобный вопрос или даже не было намека на что-то подобное. Вот в Крыму, да, меня бы уже задали, ой, а вы же, наверное, привезете с собой крымский татар, землю захватите, что-то откроете и так далее. Собо захватывают. Да, да, да. Но там этого не было, было конструктивное общение. Жители очень общественно активные, очень открытые, интересные. Я увидел очень много хорошего задела для плодотворной, системной, конструктивной работы. У вас программа какая-то есть, да? У меня есть программа, я ее проговорил. Скажем так, пока... А вы баллотировались конкретно на этот район или это уже Саакашвили распределял вас? Я баллотировался на самый сложный район. Я вот так сказал, когда мы общались с Михаилом Николаевичем, я вам сказал, отправляйте меня на самый сложный район. То есть я понимаю, что здесь ситуация в Одесской области непростая. Мне это нужно не для того, чтобы просто сесть в какое-то кресло, это будет какой-то маленький район, например, на севере Одесской области, где аграрные, где маленькие районы, небольшие, где нет проблемы с сепаратизмом, где нет проблем, например, с прибрежной застройкой. Я сказал, это не надо, давайте на самый сложный район. И вот они в силу тех навыков и того образования, которое у меня есть, они у меня увидели именно на Беляевский район. Как вы знаете, это один из крупнейших. Это один из крупнейших и по населению по площади. Это район, который на самом деле входит как бы в Одесскую агломерацию. То есть это продолжение Одессы, по сути. Район очень непростой тем, что он граничит с Молдавской республикой, но он также граничит и с так называемой ПМР. То есть есть у него границы и с ПМР, и, собственно, с Молдовой. Там есть эти проблемы. Есть проблемы того, что там есть полезные ископаемые, которые добываются в нелегальный способ. То есть есть ряд специфических... Есть контрабанда, есть контрабанда. В которой живет большое количество жителей этого района. Да. И с которыми вы теперь будете бороться. В том числе. И с кем вы будете? Есть у вас команда? Как это вообще будет? Как это по-новому теперь будет делаться? Или вы будете работать с теми же, кто работал там раньше? Каким образом вы будете очищать власть теперь? Да. Это классический change management. То есть это классическая ситуация, когда надо внедрить изменения. Она ничем не отличается от сотен и тысяч иных по своей форме. По сути, она, конечно, отличаться будет в силу того, что там свои специфические проблемы. Что это такое? Что я имею в виду? В первые три дня мы проводим аудит. То есть что делается по всем процессам. То есть, например, что делается на границе, что делается в сфере здравоохранения, образования и так далее. За эти три дня мы определяем самые насущные проблемы. За эти же три дня мне становится очевидным, кто будет работать в антагонизме со мной, кто будет работать на деструктив. Вам хватит на это трое суток? Как правило, на предварительное определение и на вот такой мэппинг, то есть на определение такого социального ландшафта три дня при условии того, что ты подготовился к этим трем дням. То есть это не так, что ты приехал, и ты спрашиваешь, а где ближайший сельпо? Нет, это тогда, когда ты уже начал работать. Этого достаточно для предварительного зонирования, скажем так, этой территории. Так, вы уже про зонирование? Зонирую. Зонируете? Да. Что будет самым сложным и какой опыт крымский вы можете использовать в этом плане? Крымский опыт... Переходя к Крыму. Да. Вопросы для его. Для чего вот это все делается, да? Дело в том, что работа в администрации президента, при всей ее значимости и важности, это все-таки не работа в полях, это не работа в исполнительной власти. Там, непосредственно, на месте, я уверен, что это будет очень серьезный опыт, хороший опыт и адекватный опыт тем вызовам, с которыми мы столкнемся тогда, когда Крым вернется обратно в состав Украины. Не хотелось бы снова оказаться в ситуации, что придут профессионалы, так называемые, которые скажут, о, ну мы тут уже 30 лет работаем и у нас есть опыт, а вы, ребята, хоть вы и хорошие, вы стояли на Майданах, но вы неумелые и неопытные. Так вот, чтобы этого не произошло, необходимо уже сегодня взращивать плеяду деятелей не только на уровне центральной власти, но и на уровне мест, на уровне полей, то есть тех, которые знают, что происходит в действительности на местах. Ну, я понимаю, что в связи с этим конкурсом и грядущим назначением мы, конечно же, действительно отошли от крымстарской темы и конгресс, который намечается 1-2 августа, международный конгресс, он идет мимо вас или вы мимо него? Я не мимо вас, скорее. Вы в нем не участвуете, скажем так, но мы не можем сегодня, естественно, не коснуться этой темы, мы не можем сегодня не коснуться темы того, что происходит сегодня в Крыму, а в Крыму сегодня мы видим очередную волну притеснений именно крымских и татарских активистов, членов Меджлиса, в первую очередь, общественных деятелей, которые намеревались ехать на конгресс для того, что из Крыма, естественно, и некоторых из них, в первую очередь, это Заяра Смедляева и Наримана Джаляло, первого заместителя главы Меджлиса крымстарского народа, уже следственный комитет заявил о том, что они не смогут выехать из Крыма и других людей также сегодня, также в эти дни вызывают на допросы по этим хабовым делам, 3 мая, 26 февраля и так далее. Заяра Смедляева, член Меджлиса крымстарского народа, сейчас с нами на связи по скайпу из Крыма. Добрый вечер, Заяра, ага. Добрый вечер. Ну, как председатель Центра Утая, не член Меджлиса. Ой, извините. Да, конечно. Заяра, ага. последние новости в этой теме, которая касается недопущения, ну, вернее, невозможности вам выехать для участия во Всемирном Конгрессе. Что на сегодняшний день, какие последние новости в этой теме? Ну, на сегодня в Следственный комитет были приглашены уже повкорно Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-дотарского народа, Ленмар Юнусов, член Меджлиса крымско-дотарского народа. Ильми Умерову выписали повестку, он должен явиться опять на допрос 31 июля в Следственный комитет. Я, Нариман Джалял, это первый заместитель председателя Меджлиса, Ленмар Юнусов, член Меджлиса крымско-дотарского народа, мы должны явиться 1 августа. В случае, если мы не явимся, значит, будет принудительная доставка. В случае, если мы будем пытаться пересечь пункт пропуска, это будет считаться как исполнение обязанностей свидетелей, да, то есть, и таким образом это тоже дает возможность на насильственное доставление в Следственный комитет, а там, понимаете, 1 августа, это суббота, скорее всего, потом никого не будет, это будет процедура. То есть, если вы попытаетесь покинуть Крым, вас просто-напросто задержат, да, потому что есть основания для этого, вас просто задержат, и уже будет это считаться нарушением там какого-то режима, который там превозводится. Кроме тех фамилий, которые вы назвали, ну, по сути, лидеров, да, крымсарского народа в Крыму и членом Меджлиса, другие люди, которые не являются политическими и общественными деятелями, я знаю, что в Конгрессе собирались принимать участие и представители интеллигенции крымсо-татарской, да, у них тоже какие-то препоны созданы, или они теперь, видя вот то отношение к вам, теперь просто будут опасаться покидать Крым, боясь, что их либо не выпустят, либо не впустят потом? Ну, я скажу так, что некоторым людям уже все-таки удалось выехать за пределы Крыма, и они примут участие в работе Конгресса. От того, что мы не сможем принять участие, тем не менее, Конгресс произойдет, мы не первые лица в этом мероприятии, поэтому, я думаю, он пройдет и без нашего участия, но мы заранее подготовили видеообращение к делегатам Конгресса, зная, что может быть и такой исход, и свою точку зрения по всем происходящим событиям в Крыму мы делегатов Конгресса довели. Ясное дело, что есть здесь отдельные провластные крымско-татарские организации, которые заявляли о том, что Конгресс нелегитимен, там еще что-то, но перед тем, что делать такие заявления, надо бы хотя бы с внутренними документами самого Конгресса было ознакомиться, но понятное дело, что не сами они готовили эти документы, готовил кто-то вообще из-за пределов Крыма, незнакомые с крымской спецификой, поэтому куча ляпов и вместо того, чтобы скажем не обращая внимания на Конгресс, как раз вот такие вот мероприятия типа этого сходника, который проводили в субботу провластные крымско-татарские организации и запрет то есть создание условий для невозможности выезда нас для работы в Конгрессе, как раз оно наоборот больше внимания мировой общественности и дает этому Конгрессу. Я думаю, он пройдет успешно и будут приняты соответствующие документы. Зайр, скажите, пожалуйста, почему, ваша версия, почему, зачем это делать? Вы абсолютно сейчас мне кажется правы, что оно наоборот вот такие действия по отношению к крымско-татарским активистам и членам Меджлиса наоборот делают медвежью услугу сейчас России, поскольку это лишний раз дает повод говорить о нарушении прав человека в Крыму и в том числе и по этническому признаку. Какую цель преследует на ваш взгляд все-таки оккупационная власть? Ну, я все время говорил и повторяю об этом говорить, продолжаю, да, что основная цель это запугать. Ведь накануне со всеми с теми делегатами Конгресса, которые были известны, то есть достаточно публичными личностями, проводились беседы с представителями ФСБ, ну, бизнесменам грозили давлением на бизнес, тем, кто работает в государственных структурах или в каких-то других создать проблемы по работе, другим говорили, что будет проблема с возвратом, а может не вернуться. То есть очередной акт запугивания. И вот таким образом, вот, смотрите, мы их не выпустили и вас не выпустим, а если кто-то попытается выехать, то, скорее всего, не заедет. Я скажу, что вопрос заехать, не заехать, если у них все есть законные основания, то есть прописка в Крыму, паспорт, тем более многие уже получили и российские паспорта. Я думаю, что законных оснований для недопуска обратно в Крым не будет. А лишний, еще раз, какой-то резонансный случай, когда Крымского Татарина не пускает на родину, будет, конечно, отражаться во всех международных документах. Поэтому они, с одной стороны, пугают, а с другой, люди разумные, они понимают и выезжают. И я знаю, что уже сегодня достаточное количество делегатов выехало, и они обязательно примут участие в работе Конгресса. Спасибо большое, Зайр Смедляев, председатель Центральной избирательной комиссии Курултай Крымстарского народа, был с нами на скайп-связи из Крыма. Такие новости мы услышали, и такой вопрос к вам, собственно говоря, Арсен, что дальше, какова логика действия этих властей? Это вот в такое загоняние людей в такое состояние, это не элемент выдавливания крымских татар, или что? Или это просто есть инструкция, действует, не задумываясь на завтрашний день? Во-первых, хочу выразить свою солидарность с нашими соотечественниками, которые в Крыму, и сказать, что все то, что здесь мы делаем, мы как раз таки делаем для того, чтобы эти ситуации прекратились, давление, которое оказывается на них, чтобы оно прекратилось, чтобы, в принципе, оккупация прекратилась. И действительно, слушать это тяжело, непросто. Почему Россия так делает, и почему российский режим так делает, много об этом сказано, пересказано, я, наверное, что-то нового, гениального не скажу. Что я скажу? Это то, что мы со своей стороны за менее чем за год работы, то есть мы как отдел обеспечения деятельности у полномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Одно из направлений, которое мы ведем, это ведение мониторинга правонарушений раз, два, ведение мониторинга правонарушителей. Что это такое? Это не только и не столько, что собирают у себя генпрокуратура и прокуратура АРК, потому что они собирают у себя данные лишь по тем людям, которые именно нарушили законодательство. Мы же собираем данные в том числе по тем людям, которые угрожают, которые оказывают психологическое воздействие, то есть которые своими действиями вроде бы как бы на грани нарушения украинского законодательства, но эту грань не переходит. Мы же со своей стороны это... Мы это мониторим. То есть все то, что делается нынче в Крыму, за все это когда-то приходит ответ. Как в свое время нацисты, думавшие, чувствующие, что... Ну, они думавшие, что их никогда не настигнет наказание, чувствовавшие себя вольготно в нацистской Германии и на оккупированных территориях, делали все, что хотели по отношению в том числе к евреям, к ромам и к другим. Даже сегодня, через 70 с лишним лет, отвечают за свои поступки. Все воздается сторицей, в том числе и плохие деяния. Поэтому все это вернется к ним бумерангам, и это будет очень-очень неприятно. И еще один вопрос, который я хочу вам задать, уже глядя из вашей нынешней, скажем так, нынешних условий жизни, да, и работы, сейчас вы, собственно говоря, в середине очень большого эксперимента. Да. И говорят, что в период войны, в период каких-то сложностей общественных, политических, обычно вот эти эксперименты очень нужны, потому что они освобождают от каких-то условностей, разрывают старые какие-то дуракратические препоны, очень многое видится ненужным, как в нашей личной жизни, да, мы теперь очень без многого можем обходиться на самом деле, так вот, и в государственном управлении, вот, какой бы эксперимент вы сейчас предложили все-таки распространить и на, скажем так, на крымскую тематику, на крымскую проблематику, на то, каким образом сейчас воссоздаются органы власти, ну, правоохранительные в первую очередь, но они все равно в этой системе не могут развернуться даже в рамках того, УПК, да, что там говорит, это дистанционные расследования, это, опять-таки, многие вещи, которые касаются оформления прав людей, мы говорили с заместителями министра вот до этого, чтобы вы в первую очередь, имея и опыт работы в администрации президента, и сейчас в виде, как легко можно без многого обходиться, да, что бы вы предложили сегодня власти и, может быть, инициировали? Очень хороший вопрос, ну, к сожалению, простого рецепта нет, вот так, что именно одно сделать, и оно всему поможет, и все изменится, да, да, скорее, наверное, есть незыблемые некоторые принципы, которым следуя можно сделать много, я когда, буквально в первые дни, когда я пришел в отдел обеспечения деятельности, у нас есть хорошие юристы, очень сильные, они на первые же мои инициативы, они начали говорить, это у нас по положению у нас этого нет, у нас вот этого нет, у нас по инструкции другое, да, это нам нельзя делать, на это нам что-то кто-то скажет и так далее, я сказал, никто ничего не скажет, почему? Потому что никому ничего не надо, мы делаем то, что мы считаем нужным, так, как мы считаем нужным, почему? Потому что та ситуация, в которой мы оказались сегодня, из ряда вон выходящая, украинское право к ней не готово никоим образом, поэтому делаем все, что считаем нужным, так, как мы считаем нужным, но В плотной координации со всеми остальными, чтобы наши действия были понятны, чтобы наши действия были ясны, чем мы руководствуемся в той или иной инициативе. Иногда эти инициативы могут выходить за рамки законодательства, иногда они могут быть не совсем правильно оформленными, но самое главное, чтобы они были целесообразными, чтобы они были понятными всем, и общественности, и органам государственной власти. То есть сегодня мы в такой ситуации, когда необходимо думать не шаблонно, а необходимо… Не агитируйте меня, я же именно про это и спросила. Так вот, что вот та вся крымская проблематика, весь этот узел, каким образом к нему можно подойти по-иному, не используя старые инструменты? Да, надо экспериментировать, надо делать разные вещи. Например, попробовать взять и перекрыть вот все от а до я на какой-то срок, и посмотреть, что оно будет. Вести блокаду? Да. Или наоборот, все разрешить, и пассажирское сообщение, и так далее. Почему? Потому что вот такие не шаблонные, не стандартные действия, как правило, они разрывают стандартные модели поведения тех людей, которые на этом уже что-то имеют, либо деньги, либо власть, либо еще что-то. Судя по тому, что вот то направление, в котором сейчас оно движется, оно не способствует возвращению, реинтеграции Крыма в состав Украины, надо действовать не шаблонно, не переживать по поводу того, что придет потом. Кто-то скажет, ой, вы знаете, вы сделали это не совсем корректно, или вы не подали куда-то петицию, или вы сделали что-то не совсем укратное. Я не говорю об анархии, я говорю о том, чтобы это было целесообразно и понятно. Скоординировано и законно. Скоординировано, да, чтобы все понимали, почему мы это делаем, для чего мы это делаем. Так, еще варианты. Еще варианты. Еще варианты, была такая идея интересная, мы в том числе... Простите, я вернусь к предыдущему, ваша идея, все перекрыть или наоборот все разрешить, кто это должен сделать? Тот, кто возьмет на себя ответственность. Не важно. Это не важно, кто это будет, кабинет министров, администрация Херсонской области. То ли Меджлис, то ли общественное движение какое-то. Они не могут отменить закон о фейковой свободной экономической зоне в Крыму. Они не могут приказать таможенникам, пограничникам. Пусть те, кто стоял за лоббированием этого закона, пусть они потом в суд подают, пусть мы будем с ними судиться потом 2-3 месяца и так далее. Эти 2-3 месяца мы посмотрим, как оно срабатывает. Очень многие говорили, что не в Херсонской области. Крымчане, я имею в виду, Саакашвили, который берет на себя такую ответственность, ломать шаблоны. И в то же самое время он имеет большой мандат от президента, которому Саакашвили сегодня нужен тоже. Как витрина, перемены, решительности, борьбы с коррупцией, контрабандой, с бюрократией и так далее. Ну, скажем так, если этот эксперимент будет успешен на Одессе, то я уверен, что многое из практик, наработанных там, будут применены и по отношению к Херсонщине в том числе. Поэтому, со своей стороны, я посчитал нужным это поддержать. Будем работать. Спасибо большое. Арсений Жумадилов, политолог, без пяти минут, глава Беляевской райгосадминистрации Одесской области, новый человек в команде Саакашвили, наш человек в команде Саакашвили. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. Если нужна будет помощь крымских журналистов и крымских общественников, зовите. Ну и мы, конечно же, приедем со своей инспекцией посмотреть, как вы там проводите реформы в этом районе. И готовитесь к подобной работе в освобожденном Крыму. Спасибо огромное. Вы смотрели вопрос национальной безопасности. Увидимся через неделю. Возможно, через неделю, но уже не в этой студии. Я желаю вам, как всегда, быть информированными и здоровыми. И завершаем программу традиционно свежими расследованиями партнерского проекта «Следство.Инфо». В этот раз мы посмотрим продолжение журналистского расследования нашего центра в авторство Сергея Макрушина. Еще раз о строительстве так называемого «Энергомоста». На наш взгляд, это очередная Потемкинская деревня. Ну, а «Следство.Инфо» назвало этот сюжет «Крымские примары». Увидимся. Энергетичная независимость Крыму от материковой Украины – это одна из обещанок российской влады, которыми крымчан закликали на референдум. Это грандюозная инфраструктурная примара півострова, така же, как транспортный міст через Керченскую протоку або заводи с переробки морской воды на питну. Задача правительства – не просто заливать Крым федеральными деньгами, тем более, сейчас не самая простая пора, а задача заключается в том, чтобы помочь сформировать собственные источники роста и сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов. Попри гучні заяви найвищого російського керівництва, питання енергетичної незалежності окупованого Криму від материкової частини України лишається актуальним, як і раніше. Енергетична система півострова відчуває гострий дефіцит. Власне кримське виробництво – близько 200 мегаватт енергії, тоді як споживання – 850 мегаватт, а пікове навантаження – 1,2 гігавати. Решта приходить з материкової України. Та на сьогодні все, що фактично зроблено для енергонезалежності Криму – це завезення і розгортання мобільних газотурбінних електростанцій. Ще рік тому стало зрозуміло – така генерація занадто дорога та неефективна. За даними російського офіційного сайту державних закупівель, на розгортання газотурбінних електростанцій, їхнє обслуговування, пальне тощо, витрачено понад 5 мільярдів рублів. Якщо вірити річному звіту ВАД МГТС Росії, кримські газотурбінні станції за рік виробляють близько 600 мільйонів кіловатт-годин при загальній потребі Криму в понад 5,7 мільярда. Цікава деталь. Для власних потреб МГТС купує через посередника Крименерго українську електроенергію. Контракти на суму близько 20 мільйонів рублів укладено до 2019 року. Та на той час енергії з материкової України може вже не бути. Наприкінці 2015-го збігає термін дії ганебної угоди про постачання електроенергії до Кримського федерального округу. Тож питання, як Криму обійтися без енергії з України, для Росії стає руба. Реалізація великих інфраструктурних проєктів Криму – головний біль для Росії. Відступитися означає остаточно втратити обличчя, реалізувати, зайвий раз перевірити на міцність російську економіку, яка потерпає від санкцій, і власні можливості у справі заміни імпортних комплектуючих. Експерт з питань енергетики Сергій Дяченко вважає, що Росії буде вкрай важко інтегрувати енергосистему Криму в російську мережу. В таких обйомах мостів, як треба Криму, в Росії опыта немає. В Європі є, в Європі скандинавські країни, тобто там теж об'єднені по морю, там достатньо великі об'єми перетоків. Але, знову ж, ввиду того, що там це об'єдняє локальні енергосистеми, там ще проблеми вставок постійного току, тобто це велика технічна проблема. І, взагалі, тут та ж історія буде, тому що це ж все треба буде регулювати. У тому, що будівництво енергомосту з Росії в Крим уже ведеться, провладні та пропагандистські російські ЗМІ переконують постійно. Побудувати енергоміст – це не просто перекинути кабель через Кержинську протоку. Будівництво нової магістралі потребує відповідної інфраструктури. Заявлялось, що струм до Криму може надходити від четвертого енергоблоку Ростовської АЕС, але його мають здати до експлуатації лише у 2017-му. А щоб струм дійшов до російської сторони Кержинської протоки, необхідно розширити існуючі підстанції та збудувати нові. За угодою між Україною та Росією Керчинська протока, як і Азовське море – це внутрішні вводи двох держав. Без згоди України будь-які роботи у протоці – порушення міжнародного морського права і нові санкції проти Росії. Ці світлини зроблено в Керчин на початку липня. На них видно, як встановлюють тимчасові опори для електромережі. Для фактичного початку будівництва наразі не вистачає головного – факту закупівлі цих робіт. Перший тендер на будівництво Енергомосту оголосили в листопаді 2014-го на суму у 13 мільярдів рублів. Ще на 6 мільйонів було оголошено тендер на оцінку інвестиційного проекту. Однак закупівлю в обох випадках скасували без будь-яких пояснень. Натомість у липні цього року було проведено іншу закупівлю вже на неконкурентних засадах на 47 мільярдів рублів в одного постачальника, якого саме не вказано. Документацію цього тендеру взагалі не оприлюднено. Відомо лише, що до цієї закупівлі входить весь цикл робіт – від проєктування до будівництва енергомережі до Криму. А замовником буде російське енергетичне агентство, з яким Мінтопенерго уклало державний контракт. В такому разі, як можна було починати роботи до фактичного проведення закупівлі? І що взагалі роблять будівельники на узбережжі Керчинської протоки? Фільки на грамоти. Ну те, що зараз там. Це перше. Друге. Для такого проєкту, якщо ви хочете гігават поставляти – це не гроші. Скоріше, плануються якісь регуляторні перетоки на майбутнє. Якщо вдруг вдасться якимось образом наладити производство електроенергії в Криму. Це ніяким образом не вирішить проблему енергетичної незалежності. За повідомленням Мінтопенерго Росії, у Криму збираються побудувати дві нові електростанції – у Сімферополі і Севастополі. Та модернізувати ТЕС у Саках та Керчі, тим самим збільшивши виробництво електроенергії у самому Криму. З цим завданням Росія, яка потерпає від санкцій, ще може спробувати впоратися, але за старими технологіями. Отже, підсумуємо. Якщо Росія і збудує справжній енергоміст до Криму, то не раніше, ніж за 3-5 років. І це за умови наявності коштів та відсутності санкцій. До того часу будемо спостерігати за спробами збільшити генерацію на півострові та тиск на Україну з метою пролонгації ганебного контракту про постачання електроенергії до так званого Кримського федерального округу. Дякую за перегляд!